В общем, вчера вечером на меня напали инопланетяне. Шутка! Смотрите дальше, что было. Собралась встретиться с подружкой. Одела этот сарафан, а он такой свободный. Так приятно. Еще была в кепке, только что сняла. Думаю, а что я иду в кепке, если на улице нету солнца? Ну, то я одеваю кепку, чтобы глаза козырьком закрывало. Эх, скоро зима. Не сможем одевать сарафаны. Тут подумала. Всегда загружаю видео, есть только комментариев. Сразу люди так реагируют. Спасибо за то, что вы пишете, реагируете, переживаете. И вообще за то, что вы есть. Многие смотрят как сериалы. Это так вообще круто, приятно. Надеюсь, мой сериал будет продолжаться. Просто Мария. Знаете, сериалы эти мексиканские или какие-то Мария? Богатые тоже плачут. Или Дикая Роза. А тут просто Марина. И все. Просто. Главное в сарафане, но сверху кофточкой закрыла. Во-первых, что лифчик не того цвета. Но я ненадолго, поэтому так. А во-вторых, что прохладно все-таки. Ну, как бы хочется еще одеваться в сарафан. Фу, от таблеток тяжело так. Как будто ве-е-е. Сейчас кофейку выпью. Немножко. Я думаю, от спазмолгона так мне... Ну, давление, наверное, понижается. Поэтому такое состояние. Но главное, чтобы не болела голова. Все. Потому что нельзя терпеть боль, я знаю. У меня перед тем, как ослеп глаза, очень сильно болела голова. Вообще просто невыносимо. Поэтому я этого боюсь. И обезболиваю. А когда она мне болела, так вместо того, чтобы отдыхать, я работала. Продолжала бегать. Еще какой-то ковер вытряхивала. Ну, мозгов нету, что сделаешь. Потом перестала вытряхивать. Просто сделали операцию. Тогда и не надо уже встали. Ни ковры, ни деньги, ничего. Только бы глазик видел. Так что берегите свои части тела. Пока они вам сигналят, что что-то болит. Не работайте через силу. Не убивайте их дальше. Просто дайте им отдыха. Либо обезболите хотя бы. Чтобы оно не болело. Вот так вот. Совет. Картошки купила еще, сбегала. 2 килограмма такой вот. Средней величины по 3 гривны. 6 гривен, короче. И дешево, и за то, что мелкая. А мне то, что. Ну, мелкая. А крупная была по 7. А это, короче, я суп поставила с грибами. У меня суп с белыми грибами и с фасолью. Так пахнет офигенно просто. Вон такая фасоль. Классно подходит под грибы. Просто картошка, белые грибы, фасоль. И все. Класс. Вот так вот, товарищи, сплю на полу. Почему не на этом раздолбанном диване? Потому что, мне кажется, что моя спина не любит этот диван. Потому что он горбатый. Короче. На полу ровненько. Я как этот. Не хочу в лицо светить, потому что фонарь не отключила. На полу офигенно. Конечно. Но немножко прохладно. Все, убрала фонарь. А то так светит лицо. Я закрыла окно. И в принципе ничего. Нормально. Хотела бы, конечно, себе какую-то кровать такую. Без матраса. Ну, чтобы было как пол. Поверхность. Я знаю, что очень классно для позвоночника спать на твердом. Я привыкшая к твердому. Потому что я все детство спала на печке. Практически. Но это была не печка. А лежанка у нас называлась. Это такая поверхность. Кирпичная. А греет ее. Грубка. Дровами тупишь. И ложишься на нее животом. Она горячая такая. Как на печке, только что без печки. И я бы хотела, конечно, себе такую кровать. Но это же надо, блин, тратиться опять. Поэтому, не знаю. Пока буду на полу. Потому что я не могу на этом. Я сплю, кручусь целую ночь. Как этот. Думаю, ну чего я кручусь? Мне так тяжело как-то. А то моей спине просто тяжело. Поэтому я тут зарылась в тряпках. Ой. Ну, не знаю. Просто зимой холодно. По-любому будет. Потому что сквозняк внизу. Сейчас то еще ничего. Но зато спине так классно. Мне представляете, как классно лечь. Вообще, я же говорю, люблю, чтобы была жесткая поверхность. Некоторые не могут. У них бока болят. У меня ничего не болит. На спине просто обалденно. Ну, просто она разравнивается. Никогда бы не подумала, что такими упражнениями, как гимнастика для позвоночника, можно так расфигачить спину, что она будет, все мышцы будут болеть. Да. Да. Ладно. Спокойной ночи всем для доброго утра. Потому что это будет видео завтра. Всем доброе утром. Только проснулась. Короче, у меня такие изменения. Вчера я вечером испытывала такую боль в желудке. Ну, и вообще у меня гастрит с 9 класса. И заболевание 12 перстной кишки. Ну, тогда поставили диагноз. Ну, конечно, это же советское время. Ну, дело в том, что гастрит есть. От чего гастрит? От того, что в детстве я так думаю. Я болела постоянно. Воспаление легких бесконечное. Меня пичкали таблетками. Помню, в советские времена приносили таблетки. Всем четко. И всех проверяли, пьете вы или не пьете. Ну, всем по тумбочкам ложили. Было бесплатно это все. Но я думаю, у меня гастрит из-за таблеток. И потом, так вчера вечером, начал болеть живот. Я, конечно, заварила смесь от гастрита, от желудка, желудочную. Но она бодрящая. Потому что в ней есть зверобой. А зверобой, он как кофеин. И, короче, у меня началась бессонница. И еще чувство тревоги. Такое нахлынуло, что я тут, короче, запечатывала окна. Ну, в смысле, закрыла. И вообще, такое мне так нехорошо было, короче. Так страшно. Поэтому я почитала про хулахуб. И там написано, что противопоказано, у кого заболевание желудка, гастрит. Я решила, что не буду себя насиловать. Раз у меня боли в желудке, не буду. Ну, там написано противопоказание язва. Вообще категорически. Если гастрит язвенный, то тоже там как-то склонен к язвам. И, короче, при больной спине под наблюдением вращая, и при гинекологических заболеваниях тоже нельзя. Так вот, у меня гастрит. И, вы знаете, я думаю, все-таки не буду я настолько рисковать с собой. Лучше пускай будет не такой, как говорится, живот. Может, как-то когда-то похудеет. Потому что, ну, все-таки, нафига нам не надо. И, скорее всего, что спина, боли в спине. Я вчера снимала видео, вы вначале посмотрите, что от гимнастики для позвоночника такая боль в спине. Нет, это от этого хулахупа. Он же фигачит мне по спине до половины спины. Ну, а вот ничего, если по спине, наверное, я делала. Потому что спина, в принципе, ну, наоборот, разминается. Ну, мне так кажется. Ой, ну, по желудку я не буду. Хвата вышести. Вчера так заболел желудок, как у меня сто лет уже не болел. Ну, типа, резко такая боль. Когда-то у меня так было, когда воспалился только он. Потом мне лечили долго в больнице. Ну, короче, я решила то, что сильно вредит мне, зачем оно надо. Я попробовала, все, знаю. Надеюсь, я успела еще предотвратить. Так вроде ничего, проснулась нормально. Сейчас выпью опять травы. Я вчера же заварила. Не знаю. За голову, конечно, боюсь даже. Боюсь, боюсь. Проснулась вроде не болит. Но уже до такой степени страх, что уже кажется, что опять-опять будет. Опять, а потом, блин, думаю. Ну, будет, значит, будет. Все. Да, значит, да. Нет, значит, нет. Будет, значит, буду снова пить обезболивающее. В чем проблема? Чего я очкую? Это я себя так успокаиваю. А вы так себя не успокаиваете? Ну, все. Сдохну, так сдохну, знаете. Вот так вот. Потому что... Ну, что я сделаю? Птички тихкают. А, еще залетел, сволочь, комар. Я же легла на полу спать. Ну, пришлось же перелезть на... Ну, там снимает. Снимает еще. Перешлось перелезть на диван. На полу меня просто достал, изнасиловал комар. Один комар, маленький, над духом где-то летает. Я его отмахну, зароюсь просто душно. Вырезу. Опять этот комар летит. В итоге, короче, глянула, а у меня москитка на окне. Соединилась. Я даваю вот в час ночи ее пришпендеривать такими пимпочками. Ну, такими, как кнопками. И так и спать хочу. И комар этот сволочь не дает. Летает над духом. Тут бессонница была от этого. Ну, я думаю, что от травы от этой. Она же бодрящая. И, короче, думаю, да едри твою налево. И страх, знаете, даже с светом спала, свет в туалете. Напал этот страх. Кстати, я вам скажу, что страх у меня был периодически. Когда после сильного стресса, ну, вот у меня последний раз стресс был ночью. Когда я проснула, что мне, либо у меня было что-то с сердцем, либо мне показалось. Ну, факт остается фактом. Что я стрессанула. И после этого начался вот этот ночной страх. Страх темноты. А до этого я, до, как-то, до моря, вот это последнего, у меня тоже такое было. После моря у меня нервная система успокоилась. Я вообще была. Я спала, как младенец. Мне пофиг вообще все было. Что значит-то нервы успокаиваются. Но потом оно уже, что-то какое-то потрясение. Даже тот же круг к кулаху больно. И все. И снова возобновилась эти страхи. И зло берет. Конечно, где-то за границами люди пьют таблетки. Ну, тоже не вариант. Ну, представьте, всю жизнь пить таблетки, блин. А с другой стороны, тоже потрясения такие. И ты сам с собой справляешься. Кто бухает, наверное. Кто что делает. Ну, кто как может. Кто ничего не это. Просто как-то думает об этом. Пытается справиться. Такие, как я. Короче. Вот я слышала, что магнитное будет до пятницы. Надеюсь, завтра вроде же пятница. Что завтра это все прекратится. Ну, тем более хула-ху прекращаю. Сегодня уже крутится. Из-за желудка. Такие-то дела. Пойду сейчас пройдусь. Уже привыкла ходить. Но такая просто легкая усталость. Легкая усталость. Ногти росли-росли, пока я не готовила ничего. Уже на этой руке начали обламываться. Тут обломался, тут обломался, тут обломался. Только в воду, руки, все. Все, пошла. Хотелось свой костюм. Ну, в принципе, живот-то у меня не торчит. Конечно, уже подкачался, видимо. Я уже вижу, что он стал плоский. Ну, что я могу сделать? Я боюсь попасть в больницу потом. От другой болезни. Остается вариант еще заниматься восточными танцами. Ну, в смысле, упражнения. Но, опять же, это ж леньки. А может, просто на все забить и все. Может, когда-то поеду в Польшу или еще куда. И все сойдет. Потому что зачем же ж мучить себя? Ну, так хорошо я, конечно, одела. Ну, во-первых, что питание стало другим. Может, гастрит у меня воспалился от столовской пищи. Потому что там же вода другая. Потому что, когда я ем дома, у меня такого нету. Ощущение какого-то, ну, желудка воспаленного. Скорее всего, там вода не очень. Ну, не знаю. Все вместе. Может, позже еще чуть-чуть покручу. Но пока не буду. Боюсь. Да и головные боли мне не нравятся. Возможно и невозможно. Скорее всего, оно именно от этого, от круга. Так что, хула-хула проверено. Это опасная штука. Надо быть здоровым. Конь, чтобы его крутить. Вот и все. Все. Теперь пошла, пройдусь. Кофе выпью. 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 И все. Вот так вот. Всем привет. Сегодня я иду в Голливу. Торговый комплекс. Конечно, идти под трассой небезопасно. Но, надеюсь, безопасно. Если вы видите это видео, значит, все в порядке. Конечно, я надела костюм, но мне жарко. Потому что погода осенняя, жаркая. Итак, купила я яблок, купила я лука и дыню. Буду сделать салат такой яблочно-луководинный. Нет, это тоже шутка. Яблоки я купила и дыню для фреша. Но так как у меня нету той фигни, которая выдавливает, делает из яблок фреш однородный, я буду на терке натирать кусочек дыни и яблока. У меня закончилась память, когда я снимала на улице видео, и в телефоне закончилась память. Поэтому я не смогла доснимать. Сначала я шла без дела, хотела сказать, там. А потом я решила зайти в Голливуд и померять шмотки. Мерила я, мерила, мерила. Слава Богу, ничего мне не подошло, ничего мне не понравилось. Там сейчас есть на некоторые товары скидки. Там по 80 гривен футболка, 70 гривен. Но мне они не подошли. И хорошо. На улице очень жарко. Пока я ходила, я естественно есть захотела. Мне желудок затянуло. И я купила фреш яблочно-банановый с корицей. И мне так понравилось, что я даже купила вот это, ну, яблоки и дыню. Мне просто понравился такой вариант, как фреш. Ну, конечно, надо. Давилка, ну, она дорогая. Поэтому я ее не куплю. Буду просто на терке натирать. Пока не надоест. Что-то еще хотела сказать. А, сегодня все в магазине. У меня в этом костюме и футболке и в кепке все думают, что я продавец. И в магазине два раза люди обращались, думали, я продавец. И даже бабушка на рынке говорит, ой, я думала, вы продавец. Потому что у меня зеленые тапки и зеленая футболка. И такой костюм, типа, удобный для бегания. Поэтому, наверное, и так и думали. Сейчас буду что-то есть, потому что еще ничего не ела. Утром только стакан кефира, потом вот этот стакан фреша выпила. И все. Поэтому сейчас у меня еще рис есть. Кстати, теперь я знаю, что 300 грамм сырого риса мне на 4 раза. У меня есть еще суп вчерашний. И рис есть. Я могу сейчас отварить рыбу. Я там разморозила кусочек лина. И, 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 и. И, короче, потакпай есть суп. Если он не пропал. Потому что я забыла его поставить в холодильник. Утром только поставила. Ну, посмотрим. И вот эту фиговинку сделаю. Сейчас, может, сделаю, пока я не это... Ну, не заготовится рыба. Все, друзья. До скорых встреч. И теперь я уже не кручу хула-хуп. Продам хула-хуп. Куплю хула-хуп, продам хула-хуп. Ну, а что делать? Такие же тя. Такая жесть. Получился каш. Не могу назвать это фреш. Дыня, яблоко и слива. Необычно, конечно. Но не хватает чего-нибудь, типа корицы. Нужно еще сюда лимонного сока вместе с медом. Это у меня тут лимон пустил сок с медом. Прикольно. Необычно, но мне нравится такой вкус. Теперь поинтересней. Короче, лимон порезанный, меда добавлено цветочного. И сюда. Необычно. Классный десерт. Реально классный. Рекомендую. Дыня кусочек, одно яблоко, пару слив. Лимонный сок с медом. И о. Все, готова еда. Суп грибной, вчерашний. Рыбу отварила кусочек. Лин. Салат и рис. Тут у меня нету посуды просто. Ага, вот это у меня для этого. Так. Лимон. Все, приятного аппетита. Рис, салат, супчик и рыбка. Рис. Рис. Метром. Продолжение следует...